Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших респондентов. И вот что главное сегодня. Противодействие организованной преступности, обеспечение правопорядков. Черкески отметили день образования войск национальной гвардии. Лучшие сотрудники получили очередные звания. Более 60 миллионов рублей будет выделено в качестве грантов на развитие садоводства в республике. О развитии этой отрасли говорили в офисе компании сады Карачаева-Черкесии. Веселые и находчивые молодые люди ВУЗов и СУЗов-Черкеска шутя сваривали звания лучшей команды КВН республиканской столицы. А в Саратюзе чествовали своих юных земляков, которые с блестящими результатами вернулись с первенства России по армрестлингу. Сегодня в Черкесске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии. В торжествах приняли участие глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Асланозов, руководители силовых ведомств и приглашенные. Подробности в репортаже Мурата Джанкёзова. По традиции мероприятие началось с торжественного выноса знамени, минутой молчания в память о погибших при исполнении служебного долга, а почетный караул делегировали на возложение венков к памятнику. Затем выступил глава республики Рашид Тимрезов. Он подчеркнул особую роль разглады в обеспечении правопорядка, а главной задачей назвал противодействие организованной преступности. Одна из приоритетных задач федеральной службы – эффективное противодействие экстремизму, терроризму и организованной преступности. В этом направлении управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике достигнуты значительные результаты, которые в том числе позволили добиться стабильной, оперативной и социально-экономической ситуации. Благодаря чему Карачаево-Черкесская республика по праву может называться одним из самых спокойных и безопасных регионов. Ряду сотрудников Росгвардии Рашид Тимрезов вручил удостоверение о присвоении почетного звания заслуженный юрист и заслуженный работник госслужбы и благодарственные письма. С профессиональным праздником сотрудников управления также поздравил спикер парламента Александр Иванов. Всех, кто присутствует в этом зале, всех, кто сегодня находится на боевом посту, на службе, поздравить и пожелать здоровья ветеранам, низко поклониться в этот день всем тем, кто отдал свою жизнь за спокойствие наших граждан и пожелать мира, добра, благополучия вам и вашим близким. За высокие показатели в служебной деятельности отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты Народного собрания, а премьер-министр Аслан Оза вручил грамоты правительства. Расскажите меня от имени правительства поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с днём Восьмой Национальной Гвардии Российской Федерации, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, удачи во всех ваших делах. Бурными аплодисментами встретили присутствующие награждения министра внутренних дел республики Игорем Трифоновым, руководителя Нацгвардии по Карачаево-Черкесии Рашида Салпагарова. В свою очередь Рашид Азретович вручил очередные звания лучшим сотрудникам управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, среди награждённых и теперь уже бывший подполковник, начальник отдела кадров Мадина Каблахова. Служба, какая бы тяжёлая ни была, всё зависит от руководителя. Наш начальник, полковник полиции Рашид Азретович Салпагаров создал все условия, что мы каждый знаем свою работу, мы её делаем. Очень благодарны ему, что он доверил мне лично такой ответственный участок работы, как отдел кадров, как подбор кадров. Какой ваш девиз? Кадр решает всё. Торжество продолжилось праздничным концертом, где выступили лучшие вокалисты и творческие коллективы республики. Мурат Жанкиозов, Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия. О результатах работы управления почтовой связи Карачаево-Черкесии в 2018 году и планах на текущий год говорили в ходе рабочей встречи глава Карачаево-Черкесии и руководитель управления Ахмат Лайпанов. Он отметил, что минувший год был для управления почтовой связи результативным. На сегодняшний день Почта России предлагает жителям республики различные виды коммуникационных услуг, прежде всего за счёт почтовых отделений в каждом населённом пункте. Ахмат Лайпанов подчеркнул, что основной курс которого будет придерживаться региональное управление Почты России и в этом году расширен спектр услуг для жителей республики. По поручению Рашида Тимрезова, руководитель администрации главы правительства республики Мурат Жанкиозов провёл совместное заседание по обеспечению правопорядка и антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесии. Выступавшие говорили, что принимаемые правоохранительными органами меры позволяют в целом своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки, и достичь определённых результатов предупреждений пресечения преступных посягательств. Мурат Озов отметил, что стратегией государственной антинаркотической политики России определены приоритетные мероприятия по профилактике наркомании в молодёжной среде и реабилитации наркопотребителей, которые необходимо методично реализовывать. От слаженных действий правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике наркомании напрямую зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения и, соответственно, будущей страны. В рамках года села, объявленного главой республики в Карачаево-Черкесии, разрабатывается программа поддержки садоводства. В рамках этой программы заместитель председателя правительства Хазарчу Куев провёл выездное совещание в офисе компании «Сады Карачаева-Черкесии». Вместе с начальниками отделов образования районов и руководством предприятия он обсудил вопрос, как привить детям любовь к земле, к садоводству. Хазарчу Куев напомнил, что на развитие этой отрасли в республике в ближайшие три года в качестве грантов будет выделено свыше 60 миллионов рублей. В завершении совещания гости отправились на экскурсию. Председатель совета директоров компании Айден Ширинов рассказал собравшимся о методах выращивания плодовых деревьев на примере яблонь и груш, посаженных здесь на территории 260 гектаров. Главная задача, чтобы экскурсионно и познавательно привезти детей, обучать их, показать, как это делается, чтобы они сами видели, чтобы в будущем кто-то из них мог взять профессию уже не по настоянию родителей, а по собственному желанию, чтобы могли поехать в ведущие вузы по направлению, по целевому набору, отучиться, приехать в свою родину и работать. В этом году, например, в село Курджиново у нас планируется посадка, выдается грант на посадку именно садов интересного роста. Эти сады дают на десятки сотков земли порядке 8 тонн плодов. Время прогноза погоды, каким он будет на завтра, расскажут наши синоптики. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии местами небольшие умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 13-18. Температура ночи плюс 2, минус 3, а днем 3,8 выше нуля. А в горах ночью до 8 градусов мороза, а днем плюс 2, минус 3. В Черкесске днем временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 5-7 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. Завтра в 11 часов в Доме правительства состоится внеочередная 52-я сессия Народного собрания. В повестке около 15 вопросов. Они касаются социальной сферы, налогов, законодательства и другие. Во Дворце культуры Черкеска состоялся городской фестиваль клуба «Веселых и находчивых». Участвовало шесть команд. О настроении самой игры, об эмоциях и победителях расскажет Альвина Ламкова. Первым выступать всегда сложно и ответственно. С первых минут игры задала тон встречи команда 21-й век нефокс, колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова. А что это за слово из китикет выложено? Вернись. Стой, вернись. Подожди, ты еще что, по своей кошке плачешь? Успокойся, ее не вернуть. Но она еще такая тепленькая. Стоп, как тепленькая. Она умерла три дня назад. Я ее в микроволновку положил, чтобы согреть. Уже с самого начала стало ясно, что городской фестиваль КВН обещает всем гостям незабываемый вечер. Сегодня в зале царит хорошее настроение и позитив. Шутки, смех и безудержное веселье демонстрируют участники команд игры в КВН. Особенно, если эти шутки правильно оценивать и понимать. Сложнее их придумывать, репетировать, эмористические миниатюры, запоминать и обыгрывать сложный текст. Здесь воедино собираются актерские, режиссерские, вокальные, хореографические и ораторские таланты. Именно всем этим обладают и владеют молодые амбициозные студенты, которые не боятся шутить на злободневные и важные темы. КВН-щики абсолютно все команды писали сами свой материал. И вот были миниатюрки у музучилища, мне понравилось, про Титане, как вспоминается. Как вот сам фильм как раз недавно по телевизору и показывали. И театрально, и с эмоциями, выразительно, все они подали прям красиво. Даже лучше, если честно, чем фильм. В ярком празднике смеха и хорошего настроения приняли участие шесть команд. Это студенты вузов и СУЗов Черкеска. И надо отметить, что у ребят это дебютное выступление. В городе давно не проводилась игра клуба веселых и находчивых такого масштаба. И узнав о предстоящем мероприятии, студенты с большим удовольствием приняли в нем участие. Отметил ведущий специалист управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Черкесска Султан Халкетчев. Ну, я хотел бы пожелать ребятам успехом. Постараемся чаще, больше радовать наш город такими мероприятиями, как сегодня. КВНщики использовали разные темы для своих миниатюр. Затронули и те, которые в обычной жизни вызывают слезы. Здесь участники игры смело импровизировали. Говорили с юмором о буднях и каждодневных радостях и трудностях молодежи. И все это с одной целью – вызвать улыбку. А еще лучше – безудержный смех зрителей. С первой же миниатюрки подняли настроение. На самом деле весело, они сами задорны. Зарядили свою позитивную энергию буквально весь зал, не только меня. Кто-то брал драйвом, кто-то зажигательными танцами и, безусловно, тонким и актуальным юмором, без которого нельзя жить, утверждает участник дуэта команды проекта «Ирония» Ильяс Гербеков. Так получилось, что юмор и обаяние – это мой дар и мое проклятие. Поэтому как-то всю жизнь, с самого детства, всегда юмор. Не могу просто, но не могу я без юмора. Всегда, что бы ни сопоставлял, пришел в магазин, пошутил. Интересные экспромты и подготовленные шутки в точку. Жюри фестиваля и зрители оценивали бурными аплодисментами и высокими оценками. К концу игры был настоящий взрыв эмоций. После подсчета голосов, конечный результат двух команд «Фантастики» и «Хэштег» сравнялся. Зал буквально ревел, и каждый поддерживал своих игроков. В итоге, после решающего опроса нелегкой разминки, выбор был сделан. Обладателями первого места и, надо сказать, честной и упорной борьбе стала команда «Фантастики». Второй «Хэштег» и третий «21 век не Фокс» также выявили лучшего актера игры КВН. Им стал Тимофей Братков, а лучшей актрисой Аида Суюнова. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На первенстве России по армрестлингу, которое проходило в Московской области, подопечные тренера Бородина Узденова продемонстрировали великолепную технику и волю к победе. Три золотых и одну серебряную медаль завоевали двое воспитанников Сары-Тюзского филиала детско-юношеской спортивной школы. Ахмат Халкечев подробнее. Соревнования проходили в городе Чехов. В Московской области первенства страны собрало около полтысячи самых сильных армрестлеров из 44 регионов страны. Из Карачаева, Черкесии на состязание поехали 18 спортсменов, которые выступали во всех весовых категориях. За своих армрестлеров в их родном Сары-Тюзе болели все. Да и числание юных чемпионов развернулись широко. Очень большое внимание в нашей школе уделяется спорту. И мы как-то уже ожидали, что и в прошлом году у нас были победители российских соревнований, и в этом году. Но очень было приятно. Мы не только школа, мы всем аулам радовались этому событию. Первенство России проходило в трех весовых категориях. Это юноши от 14 до 16 лет, юниоры от 16 до 18 лет и от 18 до 21 года. Четыре спортсмена из нашей республики стали призерами первенства. Двое из них – подопечные Бородина Узденова, Рена Токов и Карим Хачиров. В каждом весе было 13, 15, 16. Даже в одной весовой категории где-то 26 человек было. Это, сами понимаете, очень сложно. Эти четыре дня мы очень нервничали. Были как в состоянии, но ничего, наши спортсмены лично меня обрадовали ради этого результата. Из спортсменов, представлявших Карачаево-Черкесию на первенстве России, золото завоевал только Рена Токов. Причем юноша заработал три медали «Высшие пробы», став лучшим в своей весовой категории 65 килограммов как правой рукой, так и левой. А третью золотую медаль нашему спортсмену присудили за отличную технику. Соперники были очень хорошо подготовлены. В моей весовой категории было 11 человек. Я попробовал все из 11,6 и занял первый вес. В весовой категории до 50 килограммов, в которой выступал Карим Хачиров, были 13 спортсменов. Чтобы дойти до финала, Кариму пришлось провести четыре схватки с отличным результатом. Но в финале подвела чрезмерная уверенность, признается он. Я когда боролся, брал старт, но когда я был в завязках, я его проспал и проиграл из-за этого. А так, я думаю, сил у меня хватило, чтобы его выиграть. Спортсмены, занявшие не только первые, но и вторые места, вошли в состав сборной страны. Теперь юношам предстоит представлять страну на континентальных и межконтинентальных уровнях. И впереди у них недели и месяцы интенсивных тренировок. Ахмат Халкищев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Сары Тюз. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Годунов». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»!